Всем привет! Сегодня буду переселять перепелят. Они уже вон такие большие. В этот раз я их в клетке не буду держать. Я запущу вольер на пол и посмотрю, что из этого получится. Сегодня погода с утра. Такое солнышко светило. Все. Думал, погода будет солнечная. Нет, как потом ливануло и сейчас опять солнце. Ну, хорошо на улице, на улице. Градусов 15, наверное. Отлично, вообще самая такая погода. Красавцы отдыхают. Сегодня у нас 7 июня. 7 июня. Скоро, скоро уже будут размножаться. Травы надо им дать. Что-то сегодня. Забыл, погода им дать травы. Так, вот она здесь была лесная птица у меня. Сейчас надо будет здесь... Нет, пометать я здесь не буду, потому что они нагадят. Ну, теплее будет здесь и шелуха. Сейчас уберу вот эти ветки. Протянуть сюда надо будет в переноску. Ну, сделаю еще отопление им. Окно прикрыто вон, а карбонатом. В этих уже окно постоянно открыто. Перепилята будут здесь, посмотрим. Потом подрастут самцов на мясо и посмотрим, как нестись будут в вольере. Я раньше, ну, давно было, лишь 10 назад. Я попугаев... Эээ, попугаев. Перепилов держал с голубями. Голуби наверху, перепила внизу. Ну, вроде неслись. Сейчас мы посмотрим. У меня уже клетки там для перепилов. Есть старые перепила. Клетки надо менять абсолютно. Все клетки, наверное, все по-новому делать. Срок прошел. Ну, надо делать. Было бы время. Все надо, 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 но потихоньку все делаем. Вот все бы вольеры на улице делать. Ладно, в этом году дом дострою. Потом уже капитально займусь хозяйством. Уже все оборудуют, как положено. Ну, все, пойдем сейчас заселять. Переселю. Покажу, что получилось. Вот, переселили перебилят. Их 80 штук у нас оказалось. Сейчас коробки вытаскивал. Смотрю, у них на ногах катушки. Еще снимал, сколько сидел. А катушки, хотя менял там через день пиленки. На ногах большие, как и образуются. И это... И палец может полностью отмереть. Или нога. Цыпленок растет. Катушек засыхает, пережимает. Передает, ножки растут. И все, и он потом отцел. Ну, у некоторых даже от одного палец кривой стал. Поэтому... Надо их часто менять или на сетке их сажать. Пораньше. Ну, посмотрим, как здесь будет. Здесь площадь-то побольше. Сейчас подрастут. Сколько дней там? Недели, наверное, две. Не имею. Два, два, три, седьмого они получили. Два, три, седьмого. А сегодня что? Сегодня седьмое. Ну, десять, даже десять дней нету. Ну, да. Сейчас к сорока дням все самцы пойдут на мясо. Все мелкие, там, кривые, кто косыли, кто плохо растет. Два, пойдут на мясо чисто, саночки оставим. Крупных санок. И возьмем потом санцов. Потом надо будет делать клейки. Сейчас им дам травы. Здесь лампу повесил. Да, лампу повесил. Сейчас они пока разгрелись. Травы. Крапиву сейчас им нарежу. Ну, вот, крапива, сорт. Травы. Травы надо сейчас попытать им тоже дать. То, что съедят, они, я им там тоже травы давал. Поначалу, вроде, смотрю, поносили. Потом нормально стали. Понятно. Сейчас им еще баночку сделаю. Для этого. Для купания. С песка. С песка, вот, пожелую, посмотрим. Как здесь все будет. Пожелут в этих, ну, хороших условиях. А то же бедолаги всю жизнь в клетке этой. Там вообще, блин, жесть. Жалко им с этой стороны. Ну, а с другой стороны, вот, в большом, этом, как я слышал. Ну, хотя они несутся. Ну, говорят, что в большом, в большой площади яйцемоска сильно падает. Нужна определенная площадь. Хотя они у меня жили с голубями. Ну, естественно, нормально. Первый раз я их увидел. Я был маленький. С отцом шли по базару, где курей продают, там перекупщики. И у нас-то там в Средней Азии продавали этих. Таких перчик-перепелок. Их много было. Я тоже держал их. И увидел вот таких несушек. И все, загорелся. Заказали. Специально держал этих японских курочек. Они маленькие. Под них вот штук 20 лет засунешь. Там даже побольше. И все, они выводили. Главное, главное успеть. В этот момент, когда они выводят. Потому что они разбегутся. И там вообще, блин. В каком-то таком месте они не начинают бегать. Собирающих. Так что, лампочку повесил, вот корм. Даю им сейчас этот, бэкс. Насыпаю сюда бункерную кормушку. Пока ничего такого не даю. Кошмаш, ничего не даю. Хотя надо уже начинать гавать. Ладно, подскольку приучим. Этот корм стартовый. Ну, вроде бы, штук 80. Что-то один-два, по-моему, померли. А так, на сне может, все нормально. Траву. А, траву. Это тоже вот здесь и ставлю. Так что, этот вольер пока пустой. Я даже не знаю. Сюда сейчас вернуться нет, эти щеглы. Дитя, птица, сюда может быть попугаев. Сейчас у перчика освободился. Сейчас планирую туда перевезти. Ну, перчика, птица. Ладно, там видно будет, что как дальше. Место, слава Богу, позволяет. Я отстроил себе, как я всегда мечтал, целый ковчег. 8,8 квадратов. Поэтому еще, ну, даже наполовину мне заполним. Есть в облоне. Ну, и со временем. Сейчас, со временем. Карел хочу развести побольше. И там дальше больше видно будет. Ладно, спасибо за просмотр. Посмотрим, что с перепелятами будет. Всем пока. Скоро увидимся.